Экономика машиностроения Она, наверное, одна из таких ключевых отраслей диверсификации экономики страны И вот у многих, как-то люди, складывается впечатление, что машиностроение это только производство автомобилей На самом деле это не так, это производство и горнорудное машиностроение Это и нефтегазовое машиностроение Это и машиностроение, связанное с сельскохозяйственной техникой Это и оборонное машиностроение То есть машины, они как бы бывают совершенно разные в разных отраслях экономики И это машиностроение в Казахстане развивается С другой стороны, развитие машиностроения, сегодняшняя стадия развития Она далека от наших амбиций, далека от наших целей Но тем не менее прогресс есть И вот понять, где же сейчас находится наше машиностроение Насколько сегодня оно перспективно И какие плоды уже сегодня нашей экономике оно приносит Мы вот с этими вопросами пригласили к нам в студию Уважаемого Пшимбаева Мирама Кудайбергеновича Это председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мирам Кудайбергенович, добрый вечер Добрый вечер Вам спасибо огромное, что вы сегодня пришли Я вас в министерстве видел несколько раз Вы человек очень интересный, я знаю, очень занятой, авторитетный И, в общем-то, наверное, как, если так можно выразиться Прям вот в ногтях глубоко знаете, что такое машиностроение И, в общем, этим каждый день очень сильно занимаетесь Хотелось бы начать с простого первого вводного вопроса Как сегодня вы оцениваете машиностроение И эту отрасль, эту экономику машиностроения в Казахстане? Что происходит в этой отрасли? Где, вот я только что назвал, да, нефтегазовое, горнорудное машиностроение Железнодорожное машиностроение Где мы сегодня можем похвастаться тем, что мы сами производим Где наибольший прогресс? Спасибо Машиностроение – это одна из ключевых отраслей промышленности и экономики И машиностроение, можно сказать, это практически средства производства Это начиная от рентгеновского аппарата в медицине До космических аппаратов, до летательных аппаратов Как вы уже сказали, оборонная промышленность Это железнодорожное машиностроение Это нефтегазовое, электроника, автомобилестроение Машиностроение, серхозмашиностроение И таких 37 подотрасли в машиностроении И хотел бы сказать, что, значит, первые годы, когда была инициирована программа индустриализации Было приоритетно определены 6 направлений развития машиностроения В том числе серхозмашиностроение, энергетическое машиностроение, электротехническое Серхозмашиностроение, нефтегазовое, автомобилестроение и приборостроение Вот эти направления были определены как приоритетными И хотел бы сказать, что в годы, в 2010 году Объемы производства в целом машиностроительном отрасли Казахстана Составляли 371 миллиард тенге И за эти вот 12 лет, буквально прошлый год Мы уже завершили с объемом производства 3,1 триллиона тенге То есть наиболее динамично развитие получили в эти годы Такие подотростя машиностроения, как электротехнические машиностроения Это производство трансформаторов Это производство приборов для электрических станций И энергетическое машиностроение Это производство запасных частей Оборудование для электростанций, ГРЭСов, ТЭЦов наших Генераторов, которые вырабатывают электрическую энергию Вот эти направления автомобилестроения Серхозмашиностроение получило динамичное развитие Ну и один из, так сказать, лидеров И, наверное, той отрасли, которой у нас В те дальние годы, ну 30 лет тому назад, можно если так сказать Не было вообще производства Это железнодорожное машиностроение Мы начали производить Мы ушли от производства деталей, комплектующих материалов Начали выпускать конечные виды продукции Как тепловозы, с General Electric, с Альстомом электровозы С General Electric, да? С General Electric С Альстомом тепловозы, грузовые вагоны, цистерны, хапры То есть верхнее строение пути Электротехническое машиностроение Это производство трансформаторов различных Для энергетики Автоматы, подключение энергии В автоматическом режиме Современные начали производить У нас кабельно-проводниковая продукция Динамичное развитие Также получило и Нефтеказовое машиностроение У нас появились заводы, которые сегодня Обеспечивают Процессы от добычи нефти До переработки На нефтетранспортировке и переработке нефти На нефтеперерабатывающих предприятиях А также Серхозмашиностроение Производство комбайнов Тракторов Почелорабатывающей техники Автоматическое строение У нас тоже можно сказать Что автоматическое строение Как такого у нас не было И оно Последние 10 лет начало развиваться Также динамичное развитие Сейчас получило Отрасли Горно-металлургического Машиностроения То есть Мы знаем Что у нас Развита Очень горно-рудная промышленность Потребление очень большое Машинное оборудование И Все это Способствовало тому, что Как я сказал И объемы выросли И В целом Значит Зависимость от импорта Ежегодно уменьшается Хотел бы сказать, что За последние 3 года Это в 2019 году Было Принято Дорожная карта Развитие машиностроения На 2019 И До 2025 года И Критерием Ставилась Такая задача Чтобы В 2019 году У нас объем производства Машиностроительной продукции Составляла 954 миллиарда Тенге И ключевой индикатор У нас был К 2025 году Достичь 2,6 триллиона Тенге То есть За 7 лет Увеличить 2,5 раза За 5 лет 19-24 год До 1 января 2025 года И Буквально По итогам 2002 года Объем производства Машиностроительной продукции Казахстане Составил 3,1 триллиона Тенге Значит ИФО Индекс физического объема Составил 9,4 То есть Это реальные показатели И Получилось так Что мы Индикатор 2,6 триллиона Тенге За 3 года Выполнили С плюсом 500 миллиардов Тенге Я хочу сказать Что этому способствовало Прежде всего То, что В 2019 году Глава государства Взял наличный контроль Развитие отрасли По прямому поручению Президента нашей страны Разработано Значит И принято Закон о промышленной политике Создан фонд Развития промышленности Это финансовые Организации Можно сказать Банк Который финансирует Средний и малый бизнес В отрасли машиностроения И в целом Обрабатывающей промышленности Было дано поручение Обеспечить сырьем Доступным Поручение президента Машиностроительные предприятия А также был создан Международный центр Нефтегазового машиностроения Для адаптации Западных Образцов оборудования Перевода его На казахстанские стандарты Перевода Технологической документации Передача бизнесу Вот эти меры Конечно они дали Ощутимую поддержку Только по Фонду развития промышленности В 2022 году Было выделено 250 миллиардов тенге Под 3,7% Малому и среднему бизнесу В отрасли машиностроения И обрабатывающей промышленности На 2023 год Запланировано Еще 100 миллиардов тенге На 3 года были Значит Продвижены Действия НДС Методом зачета Для При покупке Оборудования Станков Технологических линий Если в Казахстане Это оборудование Не производится Затем Также Значит Меры стимулирования Также Изъятия из национального режима Для нужд Госзакупа Были Значит Наложен запрет На покупку Лифтов Автобусов Трансформаторов Различных жидкостей И Сопутствующие оборудования В целом Для промышленности Которые производятся В Казахстане Конечно Все эти меры Запрет Приобретать Если За рубежом Если производится В Казахстане И Кроме того Значит Были Все эти меры Еще ряд мер Которых можно перечислять Их очень много Они конечно Создали основу Основу Для того Чтобы бизнес Во-первых Заинтересовался И не просто Заинтересовался А получил Возможность Реализовать Свои проекты Реально Открывать Предприятия Сегодня Мы знаем Что Большой интерес Машиностроения Есть Молодежи Значит Новые технологии Предлагаются Вокруг Крупных предприятий Развивается Малый Средний бизнес Вот И Это Хорошая Такая Тенденция И она Самая Главная Доступна Возможно Стала И Самое главное Это востребовано Особенно Среди молодежи Хорошо Миром Кудепелькинович Вот сейчас Знаете Какой вопрос Пришел Буквально Только что Исходя из того Что вы рассказали Вы меня Поймите правильно Я же с молодого поколения Да Вот Я 20 лет Слушал Как все прекрасно А мне хотелось бы Как в КВН Помните Опять-то О своих проблемах Я хотел бы О проблемах Но Знаете Что интересно На самом деле Мы же все понимаем Что такие большие Тяжелые Наукоемкие отрасли Они Должны пройти Определенный путь Убыточный путь Вначале Конечно Это история Очень капиталоемкая Зачастую Убыточная И там Она государством Должна поддерживаться Если государство Признает Что эта отрасль важна При этом Я вот у вас Сам до этого Спрашивал До эфира Вы мне Ответили Что порядка 180 миллиардов Тенге Это уже Налоговые поступления В бюджет От отрасли Машиностроения Вы говорили Что буквально Три года назад Это было порядка 60 миллиардов В три раза Выросли по налоговым Поступлениям Это конечно хорошо С другой стороны Говорите вторую цифру 250 миллиардов Выделяется На льготное кредитование Кредитование Которое дешевле инфляции Примерно В сколько В 10 раз В 8 раз Дешевле инфляции Кредитования То есть Отрасль все еще По сути убыточна И субсидируема Я знаю ответ Сразу скажу Мы конечно должны Искать рынки сбыта Я смотрел программу С вами Эта программа Называется Кабинеты 4 года назад Вы тогда сказали Классную фразу Вы тогда сказали Что конечно Мы должны Во-первых Импорта замещать Но мы должны Целиться на экспорт И вот пока Этого экспорта Не появится Вряд ли Эта отрасль Будет действительно Прибыльной Плюсовой Для государства Она все равно Минусовая сейчас Несмотря на то Что 180 миллиардов Молдов поступлений А где эти рынки сбыта Кто покупает Нашу продукцию И как расширить Эти рынки сбыта Подскажите Я кстати Сразу скажу Я знаю Я был на заводе General Electric Я бы хотел Чтобы это Терезрители услышали Поэтому я переспросил Это крутое Очень Очень крутое Предприятие Я видел эти локомотивы И они Одни из лучших В мире Я был очень удивлен Мы-то этого не знаем Что в Алмате В Астане живем Я когда туда съездил Это реально крутое Предприятие Но Достаточно ли Этих локомотивов И где еще Эти рынки сбыта Ну Вы абсолютно правы В том что Индустриализация Сама по себе Мы Реализовывая Проекты В обрабатывающем Секторе промышленности И в машиностроении Не должны забывать Что Не только Должны обеспечивать Свой Внутренний рынок Мы должны быть Конкурентоспособными Прежде всего И Для этого Естественно Мы должны Работать на экспорт Вот вы Сказали про наши Тепловозы Действительно Они Наверное Длинные электротепловозы Я помню Еще лет 10 назад Когда мы только начинали Была критика И она была Обоснована Говорю Вы привозите Собираете Красите И продаете Да Вот так было Сегодня конечно Уже Сотни предприятий Производят Запасные части Комплектующие Этих тепловозов Реальные Значит Железнодорожные Машинствения Реальные Значит Составляющие Казахстанского Содержания Или локализация Можно сказать 50% Внутри Производство Вагонов Если 65% То Тепловоз Железнодорожные Электрик Уже 30% Казахстанские Запасные части Казахстанские Разработки 33% Электровозы Также Оно идет Постепенно Значит Как я уже сказал Вокруг таких Предприятий Особенно Привлекательные Для молодежи Молодые Подприниматели Находят Технологии Получают Фрайчайзинг И Внедряют Производство Кто-то Производит Фары Кто-то Руль Производит Кто-то Зеркала Производит И вот Таким образом Более Так скажем Предприятия Которые Занимаются Можно если Так сказать Тяжелым Машиностроением Литье Там Паковка Сцепки Производят Рамы То есть Таким образом Локализация Растет И Я бы сказал Что Сегодня Наши Тепловозы Значит Экспортируются Таджикистан Туркмению Российскую Федерацию Продавались Также И в Прибалтику Контракты Есть И Из года В год Растут Объемы Производства В этом году Если не ошибаюсь Где-то 100 тепловозов Запланировано Начинали Там С 5 С 10 И точно Так же Электровозы Потребности Растут Получается В бывшем Советском Пространстве Наверное Производство Значит Железнодорожной Тяговой Силы Тепловозы Электровозы Верхнее Строение Пути Предприятие Секи Промаш Комплект Который Выпускает 75% Значит Запасных Частей И Значит Комплектующие В верхнем Слоении Пути Это Колесные Пары Они у нас Никогда Не Производились И в том Четыре Железнодорожная Вся Железнодорожная Техника Не то что Тепловоз Электровоз И вагоны Не производились Мы Эти компетенции Сегодня Переняли Да Ушли годы Да Это Шло Тяжело Но У нас Вот я Как уже Сказал Бывшем Советском Союзе Эти компетенции Сегодня у Казахстана Мы владеем И мы Пускаем Есть Спрос У нас Из года В год Растет Таким же Образом Развивается И сельсхозяйство Машостроение И нефтегазое Оборудование Действительно Это Машостроение Я бы Сказал так Машостроение Это Экономическая Безопасность Любого Государства Разве Есть такое Дело Сегодня мы Видим Что происходит У наших Соседей Им не Продают Уже Ни машины Ни оборудования И Таким Образом Это Экономическая Безопасность Это Потом Утрасли Усложняет Экономику Экономику Создает Дает Возможность Для выпуска Продукции С добавленной Стоимостью Это Компетенции Высокий Переделы Дело в том Что Как я уже Сказал Здесь 370 миллиардов Было Сейчас Мы уже На триллионы Производим И Это Где-то 6 В одно Время Там Было Около 800 Миллионов Долларов Объем Производства Весь В этом году Мы произвели 6,7 Миллиарда И Тогда У нас Цель Была 7 Миллиардов Импорта И Мы Думали Вот Мы В течение 50 Лет Сейчас Наросим И Закроем Импорт Но В связи С Ростом Экономики Потребности Экономики Растут Это Средства Производства Машинстроения Какую бы отрасли Мы не взяли Там присутствует Машинстроение Мы об этом Уже говорили Это Начиная От Медицинской Техники До Космических Аппаратов Это Все Машинстроение Железнодорожное Оборонная Промышленность И Бытовая Техника Вот И Поэтому Сегодня Можно Говорить О том Что Развивая Машинстроение Мы Создаем Условия Для Развития Смежных Отраслей Это Мировая Практика Одно Рабочее Место Созданное Машинстроение Создает 7-8 Смежных Отраслях Это Химическая Промышленность Легкая Промышленность Оборвав Обрабатывающая Промышленность Металлургии Потребление Растет То есть Это Подстегует Экономику То есть У нас Теоретически Даже Какое-то Время Ото Машинстроение Может быть Убыточной И субсидируемой Но в принципе Государство Теоретически Кстати Я не знаю Так происходит По факту Или нет Теоретически Оно Нужно Получать Обратно Назад Эти деньги Через Рост Малого И среднего Бизнеса Вокруг Этих Локомативных Производств Занятость Усложнение Экономики Обеспечение Средствами Производства Экономики В этом Конечно Ключевая роль Машиностроения И Я бы сказал Что Конечно За Эти годы Как я уже сказал Отмечал Значит Импорт Был 17 миллиардов Сейчас Выросло Значит Импорт Машиностроительной Продукции Уже Составляет 17 миллиардов Мы Производим Всего лишь 6,7 миллиарда Очень мало Одна треть Было Здесь было даже Там 5 процентов Сейчас Можно сказать 30 процентов Последние два года Вот Предела 17 миллиардов И Что Интересная Такая деталь Общий Объем Импорта Обработанных Товаров Казахстана 41 миллиард Долларов В прошлом году Мы закупили На эту сумму Продукции И в том числе 17 миллиардов Это 41 процент Это Машиностроительной Продукции То есть Если мы Хотим Снизить Инфляцию Значит Обеспечить Стабильность Нашей экономики То Естественно Наряду С производством Продуктов питания Легкой промышленности Которая влияет На инфляцию Машиностроение Должно быть Своё У нас Средства Производства Если будут Свои Своё Естественно И Эти отрасля Тоже будут Подтягиваться Дело в том Что В те Дальние Давние годы Машиностроение Называли Тяжёлой Промышленностью Тяжёлой Промышленности Потому что Это Во-первых Очень Наука Емкая Капиталоемкое Производство Организацию Производства Машиностроительных Продукций Комплектующих Не говоря уже Конечные виды Продукции Автомобили Трактора Комбайны Это Десятки тысяч Наименований Комплектующих В одном Только Изделий Это Время нужно Это Нужна Компетенция И Если У тебя Нет Компетенции Ты должен Учиться Этому Или покупать Эти технологии Внедрять Или Где-то Должен ты Нанимать Менеджеров И организовать Это производство В любом Случа Тяжёлая Промышленность Наверное И поэтому Так и Называлось Что Не так Просто Организовать Значит Рельсы Экономику Перевести На Рельсы Обработанных Товаров А не Сырья Вот Если Дать Определение Лёгкой Промышленности Действительно Это Лёгкая Промышленность Она Создаёт Рабочие Места Взял Швейную Машину Ткань И шею Себе И сделай Я знаю Ассоциация Лёгкой Промышленности Она С вами Конечно Поспорила Но Там Тоже Есть Сложности Ну Хорошо Мне хотелось Знаете Поскольку У нас Всё время Жалею Когда у нас Интересные Спикеры Опытные Жалею Что Не всё Успеваем Задать Поэтому Хотелось Знаете Какой вопрос Задать Вот Да Давайте Признаем Факт Хороший Железнодорожное Машиностроение Действительно Развивается Я просто Я бы Вот честно Я бы не верил Никим разговорам И себе Сам на заводах Не побывал С другой стороны Правильно же Говорить Что Вот 41 миллиард Импорта Он же Включает В том числе И Комплектующий Для Конечной Продукции Процент Локализации Надо Увеличивать Чтобы процент Локализации Увеличивать Надо Чтобы Малый Средний Бизнес Начал Эти вещи Производить Для Больших Заводов Чтобы Малый Средний Бизнес Начал Производить Нужна Гарантия Что У них Купят Эту Продукцию Чтобы Была Гарантия Что у них купят эту продукцию, большому бизнесу нужна гарантия рынков сбыта. Поэтому я спросил, но еще раз, насколько я правильно от вас услышал, что рынки сбыта для нас это постсоветское пространство. А что, если мы возьмем другую часть машиностроения, там, где рынок сбыта абсолютно гарантирован? Это автомобилестроение. Я вам откровенно скажу, у меня было немножко и остается немножко негативное отношение. Конкретно к этим предприятиям. Мне может казаться, но, по крайней мере, насколько я слышал, правительство делает очень многое именно по автомобилестроению. Потому что я тоже общался с коллегами, с уважаемыми некоторыми членами министерства, работниками и членами правительства. И мне говорят, слушай, ну вот здесь действительно мы должны толкать это производство, несмотря на то, что оно убыточное, и мы можем его субсидировать. Мы должны толкать вперед. Почему? Потому что у нас самый большой потенциал к локализации. А почему самый большой потенциал к локализации и к созданию большого количества малого и среднего бизнеса? Потому что сбыт гарантирован. Машины покупают в Казахстане в большом количестве и экспортировать можно. С другой стороны, правительство все делает для них. А процент локализации у них очень низкий. Не знаю почему. Потому что плохие бизнесмены, или потому что есть такие сложности, о которых мы не знаем. Вот о чем я хотел спросить. Но в конечном итоге что происходит? Берутся деньги, которые были собраны по утильсбору, которые каждый из нас заплатил, отправляются на субсидирование приобретения этих автомобилей. Получается, что эти предприятия эти деньги получают. И там 80-90% из этих денег отправляют в зарубеж на покупку у комплектующих. Оказывают давление на курс деньги, снижают инфляцию и так далее. Но это же просто вредительство. Вот все сделали, а почему не локализуют тогда? Я слышал, что они в процент локализации считают электроэнергию, потраченную на производство. Железнодорожные перевозки по покупке этих, довести до завода эти запчасти, тоже считают локализацию. Но это же неправильно. А почему так? Или мы что-то как бы не понимаем? Ну, сложности там какие-то. Вы абсолютно правы, что надо локализовывать цель индустриализации, цель организации таких крупных промышленных производств. Это же прежде всего, чтобы они, во-первых, насыщали внутренний рынок и принадлежили пользу своим гражданам. И, кроме того, значит, была возможность экспортировать часть этой продукции, и страна должна зарабатывать. Это аксиома, это, да, так и любое государство таким образом двигается, экономически устойчивое. В нашем случае, я бы сказал, что вот 10 лет практически автопрому нашему, у нас хороший пример рядом вот Узбекистан. 30 лет назад Узбекистан, я помню, сразу начали производить дейрон-анекции. Это маленькие машины. И локализация тоже была очень низкая. И постепенно за это время они локализовали некоторые, значит, модели до 70-80%. Это вообще высокая, конечно, доля. Но хочу сказать, что сегодня Узбекистан в прошлом году, вернее, произвел, по-моему, где-то около 380 тысяч автопрому. Мы последние 10 лет начинали там с 5-10 тысяч. Потом у нас были всплески, мы доходили до 44 тысяч автамбилей, до 50 тысяч, потом снижались, не было устойчивости. Почему? Потому что в отрасли молодая только начиналась. Она занималась практически крупной узловой сборкой. Привозились готовые кузова, готовые машинокомплекты, и они собирались в Казахстан. Сегодня уже, значит, можно сказать, что вес автопрома у нас это мелкоузловая сборка. Это сварка, это штамповка есть. И казахстанское содержание, значит, в автопроме составляет 33%. Это невысокие показатели. Для автомобилей. Для автомобилей. Это невысокие, но хочу сказать, что вот если сравнивать тоже с Южной Кореей, вот Hyundai, Kia, значит, опыт автомобилестроения Южной Кореи это 60 лет. 60 лет. За это время компетенции, они улучшали качество, значит, и модели, и экономику поднимали таким образом. В нашем случае, значит, 33%. Но хотел бы сказать, что у наших производителей автомобильных автомобилей остается буквально год с лишним только. С 2024 года, это, по-моему, середина 2024 года. Если нет 50% локализации, наши производители не могут продавать даже теперь эти автомобили в Российском экономическом союзе. Вот и правильно. Понимаете, вот такие критерии есть, к этому надо стремиться. И в этом случае я сказал бы, что есть еще такой критерий, как, значит, порог достаточности для локализации автопрома. Это порог 120 тысяч автомобилей. Если страна начинает производить более 120 тысяч автомобилей, то, естественно, есть уже давно, они известны, мы знаем, Магнум, другие производители автокомпонентов автомобиля запчасти, они смотрят, наблюдают. Они уже в Узбекистане, они в других странах. И когда количество автомобилей будет достаточно, чтобы зарабатывать, и бизнес-процессы будут уже интересны для них, конечно, эти компании придут со своими компетенциями. Но у нас уже есть примеры, вот в Алмате на заводе Hyundai уже производится и кресло для автобусов, руль производится. И, кроме того, в Кустанайе, значит, Агромашхолдинг, предприятие, построено уже локализационный центр. Он в прошлом году введен, инвестировано 2,6 миллиардов тенге. Он как раз начал пускать запасные части, пластмассовые, бампер, зеркало. И такой же локализационный центр есть и на заводе Deo в Алмате сейчас создается. Вы извините, пожалуйста, я вынужден вас перебить у нас со временем тоже, но будем надеяться. Там в автомобиле строения большие деньги выделяются. Хочу в прямом эфире сказать, что, уважаемые автомобилестроители, за вами, как вы сказали, следят и смотрят. Вот мы общество и правительство за вами тоже следим и смотрим. Давайте уже локализуйте поскорее. Мирен Кудайбергенович, время нашей программы подошло к концу. Но я бы хотел буквально 20 секунд, если можно вас попросить, дать на ответ. Очень хотелось у вас спросить. Вот люди как-то, может, не всегда чувствуют, что машиностроение в стране есть. А вот я знаю, что проводится классный, мне нравится это мероприятие, форум машиностроителей. Вот в этом году планируется или нет, и когда? Хотелось бы посетить. 11-й форум машиностроителей планируется провести 11-12 мая в городе Астане на Экспо. В рамках 11-го форума также проводится большая международная выставка «Казахстан машина Airfire», вторая выставка. Мы рассчитываем, что в этом году будет около 400 компаний из 20 стран мира. Я вот раз был, да. Ну вот приглашайте обязательно. Приглашаем. Спасибо большое. Мирам Кудайбергенович, вот еще раз, да, жалко, что не все успел у вас спросить. Спасибо вам за обстоятельный диалог и за этот такой профессиональный эфир, как мне кажется. Сегодня хорошо действительно мы так обсудили. Мне стало, по крайней мере, точно понятнее, куда движется наше машиностроение. Уважаемые телезрители, благодарим вас за то, что вы были с нами. Мы прощаемся с вами сегодня, ровно на неделю. Пусть эта неделя будет для нас для всех успешной, здоровой и экономически активной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова